Привет, друзья! Меня зовут Надя Шиевка, и сегодня я вам буду рассказывать, как вышивать на фатине вот такие портреты. На примере 67-й участницы из «Игры в кальмара». Кто смотрел «Игру в кальмара», напишите там в комментариях, как вам, а то мнения разделились. На днях я выложила эту работу в Instagram, получила миллион комментариев, все в основном были в восторге. Вот, за исключением тех, кто написал, что это Чубака. Ну, да, это Чубака, если близко смотреть. Вот, и, в общем, я поняла, что тема вышивки на фатине многих интересует, и надо, пожалуй, рассказать вам, как я справлялась со всеми сложностями. Итак, первый вопрос, что такое фатин? Это вот такой вот летящий, прозрачный материал, который у меня лично ассоциируется с какой-нибудь фатой, вот, потому что он очень летящий. Очень элегантный, и хочется прям вот так вот обернуться в него, и идти вдаль. Вот, ну, а если серьезно, у меня специальный фатин, я покупала его на сайте Fatin.ru, он тянется, как видите, видите, ух, и туда тянется. И сюда, кстати, меньше тянется. Что я сразу должна сказать? До этого я пыталась купить фатин в Леонардо, но там его, пожалуйста, не покупайте, потому что там он очень жесткий, и совершенно это не то же самое, что вышивать на таком мягеньком и удобном фатине, который тянется. Потому что, понимаете, если вы вышиваете на тянущемся материале, а не на жестком, это означает, что вы сможете потом и к одежде точно так же вот его, этот тянущийся материал пришить. Вот, а если у вас материал такой дубовый, то вы его пришьете к одежде, и это будет больше как брошка, да? Поэтому, если вы не хотите быть привязанными к вот таким жестким дубовым аппликациям, а делать такие летящие, красивые всякие вышивки, которые можно будет пришить потом к одежде, то я вам советую покупать вот такой мягкий и летящий еврофатин. Согласны ли вы выйти за меня замуж? Первая проблема, с которой вы столкнетесь при вышивке на фатине, это натягивание ткани на пяльца. Из-за того, что ткань вот такая вот летящая и дырчатая, и легкая, она очень легко рвется. И поэтому, если у вас дома только какие-нибудь такие вот дешевые пяльца с зазубринками, да, то есть дерево плохо отшлифованное, то такими пяльцами вы все время будете рвать фатин. Как можно решить эту проблему? Для этого вы можете обмотать внутреннее колечко пялец, то есть не все вот эти пяльцы, да, вот, пяльца состоят из двух колец, одно внешнее, другое внутреннее. И вот, чтобы защитить фатин, вам нужно обмотать внутреннее колечко мягким материалом. В данном случае я обмотала его тем же самым фатином. Соответственно, если у вас пяльца хорошие, нормальные, дорогие, допустим, вот из Бука, я очень рекомендую, Гамма Премиум или Нурги, то тогда вы можете обмотать только внутреннее колечко и вот этой защиты для материала уже будет достаточно. Вот, а если же у вас какие-нибудь вот такие пяльца, не отшлифованные, очень грубые, какие-то дешевенькие такие, тогда я вам советую обмотать оба колечка, да, ну, за исключением винта, его не надо, конечно, обматывать. Таким образом вы закроете все вот эти возможные заноски и обезопасите пяльца для вышивки, подготовите их для вышивки. Дальше, про нитки. Я вышиваю все время вот такими ниточками мулине. В основном я покупаю фирму Гамма, потому что это дешевле, и это позволяет мне собрать максимально большую палитру ниток. Потому что, знаете, если покупать DMC, то получается у тебя будет дома в три раза меньше ниток. Я не согласна на такой обмен. Дайте мне все цвета. Вот, я вам, кстати, сниму сейчас полки с нитками Гаммы и еще вот эти вот коробки, чтобы вы понимали, насколько я маньяк вышивальный вообще. При вышивке на фатине я брала одну такую вот ниточку. Каждая нитка мулине представляет из себя шесть перекрученных между собой тонких ниток. И для тоненьких деталей, да, для контуров, типа линий глаз, бровей, носа, рта, я всегда вытягивала отсюда одну ниточку и вышивала в одну нить. Вот, такую тонкую-тонкую. И, соответственно, когда я вышивала в тоненькую ниточку, я брала и супер тоненькую иголочку с максимально тоненьким ушком. А когда я заливала уже большие пространства, да, типа вот этой вот кофточки, как видите, это, ну, просто огромный размер вообще-то пространства под заливку. И вот здесь я уже вышивала в двойную нить, потому что мне тут не нужна была какая-то супер тонкость линий, мне нужно было просто поскорее закрыть этот фрагмент. И, соответственно, я брала ниточку мулине, вот, она все по-прежнему состоит из шести перекрученных между собой ниточек, отделяла, ну, либо одну очень длинную, либо вот две вот таких вот ниточки. И вот в такую двойную нить я уже заполняла вот такие вот большие фрагменты. То есть это могло быть даже не только на кофточке, но и заливка шеи, заливка футболки, заливка волос, да, то есть вот такие вот крупные фрагменты, в которых не так важна детализация. Почему я вышиваю именно нитками мулине? Ну, потому что они самые послушные, они легко затягиваются, они легко друг за друга зацепляются, чтобы слои вот так вот склеивались между собой. Они не вот так вот не перекручиваются, да, потому что если вы будете брать какие-то вот такие вот, знаете, типа шелковые нитки, да, они там все время вот как-то вот так вот скрутятся, и вам нужно вот сидеть там как-то это все вытягивать, да, то есть большая сноровка нужна для более тонких нитей. Вот, а с мулине справится вообще любой новичок, поэтому я вообще всем горячо рекомендую. Причем не обращайте внимания на цену. Если вы хотите научиться вышивать, вы можете вышивать абсолютно любыми нитками. И Пенка Акирова, и Гамма, и Диэмси, и Анкор, и любыми нитками, которые вы можете найти. Итак, с материалами мы разобрались. Следующая тема, откуда брать этот рисунок, собственно, да. Все рисунки свои, по которым я вышиваю, я делаю в основном методом обводки реальных фотографий. Скачивайте фото, которое вам больше всего нравится. Дальше обязательно делаем дополнительный слой. Если вы будете рисовать прямо по фотографии, вы не сможете делать вот такой вот прикол. Перещёлкивать вот эти слои и включать их, и делать их невидимыми. Включать и выключать. Это возможно только если вы рисовали на отдельном слое. Поэтому находимся на отдельном слое. И открываем нашу оригинальную фотографию. Значит, максимально приближаем. Выбираем перышко тоненькое. Ну, на айпаде, да, можно вот даже вот так вот это всё делать. Очень удобно. И начинаем обводить вот таким вот образом. Потом уже вот такими вот движениями мы дорисовываем, собственно, всё остальное. Бровки мы рисуем более прореженно вот так вот. Не брёвнышком, да, вот таким. Вот так вот не надо рисовать бровь, потому что это вообще не будет похоже на оригинал. Да, вот, соответственно, там носик тоже. Обратите внимание, что... Так, комменты классные какие-то у меня там на ютубчике. Кстати, пишите комменты, друзья. Пишите. Мне приятно, что вы смотрите мои видео и пишите мне комменты. Всегда приятно. Вот, прям сейчас напишите мне что-нибудь хорошее в комментариях. Значит, носик обводим. Вот так вот тоже. Видите, не просто две дырочки мы нарисовали, а именно вот такую вот. Вот, ну вот так вот, мягко, изящненько рисуете. Кстати, для рисования подходит не только iPad, конечно же, но есть ещё и много разных графических планшетов, типа Vacuum, например. Вот, они позволяют вам рисовать именно при помощи пера. То есть не мышкой вот так прокликивать, да, на компьютере, а именно пёрышком таким вот удобным. Ну, как вот у меня сейчас стилус есть. Вот, и там тоже стилус есть. Посмотрите, на самом деле есть бюджетные версии планшетов, и с ними вообще очень удобно эти все эскизы рисовать. Побежаем и тоже рисуем. Вот, кто-то может сказать, вот, я совсем разленилась, нет бы сесть бы и нарисовать вообще с нуля, обводить фотографии, это такой отстой. На самом деле, ну, как бы, с одной стороны, да, мы все должны сесть и начать быть художниками, прям вообще все свои дела откинуть, и прямо-таки броситься в пучину вот этого вот художества во имя высоких целей. Но давайте будем реалистами. Если я люблю вышивать, то я хочу вышивать. Я не хочу сидеть и рисовать там 300 миллионов лет какой-то идеальный рисунок. Тем более, мне это нужно именно как эскиз, а не как готовый рисунок, который я там буду где-то продавать. Понимаете? То есть, ну, приоритетно важно уметь расставлять, вот, для того, чтобы экономить время, для того, чтобы заниматься тем, чем ты реально хочешь заниматься. Вот, смотрите, еще по поводу рисования губ. Интересный момент. Мы рисуем губы не вот просто вот такой полосой, да, потому что тогда это будет выглядеть нереалистично, как видите, а мы стараемся отразить и форму вот этой губы. Она у нас вот такая, немножко припухлая вот сверху, и, соответственно, так она будет более реалистично выглядеть. То есть, давайте подытожим. Вы можете рисовать такие эскизы на iPad в программе Procreate, вот такое перышко, либо вы можете рисовать его на обычном компьютере или ноутбуке в программе Adobe Photoshop. Вот, там точно так же можно работать со слоями, можно их там бесконечное количество создавать, и все эти слои нужны для того, чтобы потом вот делать вот такое перещелкивание. Похоже, не похоже? Похоже, не похоже, да? То есть, когда вы уже все-все-все нарисовали, вы просто вот таким одним перещелкиванием понимаете. Может, вы где-то не так нарисовали. В итоге у меня получился вот такой эскиз. Прошу вас обратить внимание, что он не завершенный. То есть, естественно, я могла бы начать тут его больше прорисовывать, да, там какие-то тени там углублять, как-то там стараться прям так, чтобы вот точно вот все было в одной и той же вот насыщенности нарисовано, да? Но я этого не сделала, потому что я прекрасно понимаю, что то, что нарисовано здесь, я полностью не смогу вышивки изобразить. То есть, то, что здесь нарисовано, это чисто подсказка для меня, поэтому она не должна быть перегружена деталями. Вот, и таким образом у нас получился такой замечательный эскиз, который можно распечатать и переводить на ткань. При выборе пялец вы должны понимать, что чем меньше у вас будут пяльца, тем меньше будут черты лица у вашей модели. Это означает, что вам надо будет вышивать настолько тонко, что вот, ну, просто, знаете, как фея. Вот, есть такой лайфхак, берите побольше размер пялец, и тогда у вас и глаза будут большими, их будет удобно заполнять, и рот будет такой большой, естественно, кожу заполнять будет легче. То есть, в плане вышивки вам будет легче, как ни странно, с более крупными работами. Но при этом тоже понимаете, что чем больше размер, тем больше потребуется стежков наносить, да? То есть, я поэтому выбрала средние пяльца, чтобы там не совсем мельчить, и чтобы там не убиваться совсем, да, там миллион лет просто зашивать вот эту кофточку, да? Когда я вышивала на фетре, я всегда переводила рисунок прямо на ткань, да, еще перед запяливанием. Но здесь это делать бессмысленно, потому что эта ткань слишком сильно тянется. Видите? Соответственно, переводить рисунок надо на натянутую уже ткань. Когда вы натягиваете ткань на пяльце, очень важно, чтобы вот эти все дырочки были одинаковыми по размеру абсолютно со всех точек зрения. Когда эскиз уже отрисован, я просто печатаю его по нескольким изображениям на страницу, чтобы определиться с размером, который мне больше подойдет под мои пяльца. Беру уже пяльца с натянутой тканью и прикладываю. Как думаете, это нормальный размер? Мне кажется, слишком мелко, потому что мы просто с ума сойдем в глаза здесь, вышивайте всякие детальки именно в таком маленьком размере. Вот здесь, как видите, корточка не сильно входит, зато у нас будет крупное лицо. Поэтому здесь я лучше пожертвую вот этим вот кусочком портрета, зато сделаю крупное лицо. Вот такой эскиз у нас получился. И теперь я могу приложить его вот сюда. Как видите, он все еще не влезает, поэтому я еще немножко подсрежу вот здесь. Вот, видите, идеальный размер абсолютно. И вот теперь мы как раз можем взять малярный скотч и закрепить его на ткани. Придерживайте вот так вот этот портрет и вот с той стороны приклеиваете малярный скотч. То есть, видите, мы с обратной стороны именно его клеим. Желательно зафиксировать не только с двух сторон, но и со всех четырех. Суть одна, вам нужно заставить вот эти слои не двигаться. И поэтому даже когда вы будете сейчас переводить это все терморучкой, вам нужно будет с другой стороны вот так вот пальчиком все это придерживать. Берем любую терморучку и начинаем переводить вот таким образом. Нам это делать очень даже и удобно. Если чувствуете, что отклеивается, опять пальчиками так вот провели, все обратно положили и продолжаете обрисовывать. Конечно, чтобы потом вышивать сам портрет, вам потребуются навыки вышивки. Вот. И если у вас с этим проблема, то начинать с портрета не слишком логично. Я вам честно скажу, потому что это самый сложный тип вышивки. И там действительно будет у вас много вопросов возникать в процессе. Вот. Но если вы хотите оперативно научиться вышивать, вы можете написать мне в директ инстаграма шеевка или на почту шеевка собачка.мейл.ру. И я вам без проблем расскажу про свои курсы по вышивке. Вот. Благодаря им вы будете очень свободно и спокойно себя чувствовать в вышивке. Будь то фатин, будь то фетр, лен, хлопок, вообще любой материал. У меня даже есть шикарный курс по вышивке на одежде. Вот. Поэтому, кто хочет научиться вышивать и скорее перейти к портретам, обязательно напишите мне. Я вам посоветую классные портретные курсы. Вот таким вот образом, собственно, я все эти линии перевожу. И потом у меня остается определенный след. И вот по нему как раз я дальше уже буду работать. И давайте я вам вкратце расскажу, как я вышивала этот портрет. Значит, смотрите, самое главное, вам нужно обязательно поймать точную форму глаз, линий носа, губ и общий контур лица. Потому что, например, я вот в процессе вышивки заметила, что здесь очень такие пухленькие скулы. А в самом начале мне казалось, что у нее лицо типа такое модельное. Вообще они вот такие вот ровные. А на самом деле они немножко вот выпуклые. Прям вот такие вот. Точно так же про глазки, да. У нас же героиня из Кореи. И поэтому у нее глазки, у них специальный такой особенный разрез. Он очень симпатичный. И чтобы его изобразить, вам нужно не делать вот этого углубления, вот здесь за глазиком, а сделать наоборот такой вот достаточно длинный слой самого века. То есть века здесь непрерывная идет от самого вот истока носа до вот самого конца. Нету никаких вот таких складок, да, вот здесь вот на самом веке. То есть оно единое такое. Вот это тоже очень интересная особенность конкретно вот этого портрета. Также обратите внимание на такие вот тени, достаточно, знаете, напоминающие даже эффект каких-то синячков. Вот. Почему я сделала именно так тени? Почему я не сделала более деликатно, аккуратно? Ну, потому что характер этого персонажа в кино, ну, точнее, в сериале «Игра в кальмара» это такая отчаянная, такая потерявшая веру и надежду во все и вся девушка, побитая жизнью в буквальном смысле слова. Вот. И поэтому я решила сделать тени достаточно таки агрессивно, да, то есть они сильно видны. И вот здесь сильно видны, синяки под глазами сильно видны. Ну, потому что и гримеры тоже на съемочной площадке именно так ее гримировали. Вот. Соответственно, на этом портрете я постаралась это изобразить. Это сама последовательность нанесения стежков. Смотрите. Сначала мы всегда наносим глаза, брови, нос, вот эти вот ноздри, потом обязательно основную линию рта, от нее все гуляет. То есть, видите, тут нет обводки черной самих губ, ну, только внизу, вот как тень такая. Но вот сами истоки губ я, в принципе, обрисовала практически сразу. Вот. Потом обязательно сам контур головы, контур волос, и вот сюда вот уходим к шее, да. После того, как мы контуры эти заполнили, мы начинаем в двойную ниточку уже проходиться по самой сеточке, вот таким движением, как червячок. Внутри, наружу, внутри, наружу, внутри, наружу. Причем, когда мы так идем, мы заполняем не в тупую, так вот, да, вот типа прямо. Допустим, шея, это просто вот отсюда до сюда полностью. А мы стараемся учитывать анатомические особенности. То есть, например, здесь мы понимаем, что вот отсюда у нас красивенько кожа такая идет к плечику, да. Поэтому мы и заворачиваем наши стежки вот сюда. Это у нас получается сделать при помощи всего лишь раз, два, ну, двух-трех стежочков, да, вот эту змейку сюда завернуть. И точно так же здесь, чтобы не тупо это все выглядело, да, а здесь же у нас есть такие углубления красивые, вот, у людей. И, соответственно, мы здесь тоже подзагнули вот так вот стежочки, и с другой стороны я тоже вот так вот подзагну. И только вот буквально пара миллиметров у меня будет вышито прямо. Когда вы вот так вот двойной ниточкой редко заполните пространство, ну, тут кожаное, так скажем, вам нужно будет дозаполнить его до конца вот этим же цветом и заодно потихоньку вплетать тени. Вот как здесь, например, я вот начала уже вплетать тени. Это делается на 2-3 тона более темным оттенком, вот, и потом это все разравнивается еще оттенком средним между ними, чтобы переходы эти не были настолько вот, ну, как бы сказать, резкими, да. То есть вот, например, здесь, видите, даже тень исчезает плотно. Плавно, постепенно, не сразу вот так вот в белый, а вот какими-то вот такими вот мазками красивыми, да, как при рисовании маслом. После теней в последнюю очередь мы уже работаем с бликами, а именно блик у нас очень сильный был на носу, на вот скуле на самом верху, и вот здесь за волосами, как это ни странно, потому что свет падал вот отсюда, вот так вот он бил, и, соответственно, у нее высветлился нос, вот скула, да, и вот над бровью вот это вот место. И, ну, также вот видите, небольшой блик есть внутри самих глаз, я не знаю, видно тут это или нет, видно, кажется. Вот, это сделано для того, чтобы световая схема шла все время в одном и том же направлении. Вот такая вот красота у нас получилась в итоге. Также меня еще спрашивали, буду ли я делать что-то с этой работой дальше, буду ли я ее пришивать, например, к какой-то одежде. Если честно, я это сделала просто исключительно для собственного удовольствия. Ну, как это сказать, я просто сидела вечерами и смотрела сериальчик, пила чаечек и прекрасно проводила время за вышивкой. Я надеюсь, что вы также подхватите эту эстафетную палочку и тоже сядете повышивать, посмотрев мой выпуск. Если у вас еще есть какие-то вопросы по поводу вышивки на фатине, вы можете писать их в комментариях, возможно, я сниму более подробные какие-то выпуски на эти темы и я совершенно точно сниму отдельный мастер-класс по вышивке на фатине. Но это, так скажем, затравочка для обучения моего будущего. Я надеюсь, вам этот выпуск очень сильно понравился. Я старалась дать вам максимальное количество каких-то полезных советов. Так что ставьте лайк этому туториалу и обязательно подписывайтесь на мой YouTube Шиевка, на мой Instagramчик Шиевка и пишите мне. Я всегда рада буду вам рассказать про свои обучающие курсы и помочь вам, собственно, добиться такого же реализма вышивки. Так что пишите мне, жду вас. Всем классного дня. С вами была Надя Шиевка. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok